Перед тем, как дальше, начну рассказать вам про процессор, хотел сказать то, что на гугле Владимир очень хороший тоже канал, обучающий по системному администрированию. Там у товарища в основном он рассказывает по бинде, и у него уроки длинные, но довольно-таки интересные и бодрые. То есть тоже вам рекомендую посмотреть, подписаться. Надо продолжать с видео по процессорам, чтобы наконец-таки уже разобраться с аппаратной частью, сделать вам тесты, и как-то, чтобы вы могли себя проверять на знание аппаратной части. Поэтому сегодня будем говорить о процессорах. В прошлый раз мы говорили о 8-битных процессорах, сейчас быстренько поговорим о решении 16-битных. То есть о том, как появились 16-битные процессоры, что это значит, и как это вообще все выглядит на сегодняшний номер. Время действия у нас уже с середины 70-х по середину 80-х годов. В этот момент у нас уже мы поняли, что рынок 8-битных процессоров уже заполнен, полным-полно решений. Очень хорошо идут процессоры от компании Intel, от Motorola, от Most Technology. Есть успешный процессор Zilog, но 8-битных решений как бы уже достаточно достигнут потолок развития этих решений. И поэтому начали гиганты рынка пытаться изобрести 16-битные и 32-битные процессоры. При том, что было уже полно даже клонов 8-битных, которые были вполне себе ничего. И если говорить об Intel, который у нас такой хедлайнер всего этого решения, они в 76-м году начали проект по процессору Intel 8086, который изначально они планировали просто как промежуточный этап перед переходом на 32-битную архитектуру. Но этот процессор получился довольно-таки успешным, и о нем нужно сказать. Я не буду вам уже говорить о его характеристиках, техпроцесс, какая частота, какая шина, какая адресуемая память, потому что это на сегодняшний момент не так интересно. Понятно, что каждый раз эти параметры росли, росли и росли. Транзисторов было все больше, они располагались на все меньшем пространстве. Соответственно, и производительность росла, и энергопотребление уменьшалось, и тепловыделение уменьшалось. Просто об этом один раз скажем и забыли. Значит, Intel 8086 был в 10 раз быстрее, чем предыдущая модель Intel 8080. И что самое важное, с него стартовала эта архитектура x86. Это система команд x86 и архитектура x86, которая до сегодняшнего дня является стандартом в процессорах Intel AMD, если говорить о 32-битных системах. Несмотря на то, что она появилась на 16-битном процессоре, она используется до сих пор. Именно этим замечательный процессор Intel 8086. Я вам брошу ссылочку на эту систему команды архитектуры, но она имеет значение только для программистов, ассемблера, которые напрямую обращаются к каким-то функциям процессора. Нам это, в принципе, сейчас не важно. Важно просто на это, что это все было. 8086 продавался не очень хорошо, потому что Intel изначально очень хорошо его сделали. И для работы этого процессора нужны были, соответственно, 16-разрядные микросхемы поддержки. То есть у нас сам по себе процессор содержал малую часть того, что на сегодняшний день у нас находится в процессоре. Потому что сегодня у нас в процессоре есть даже видеосистема. На тот момент у нас в процессоре был только этот основной чип Intel 8086. И для его работы необходимо было еще очень много дополнительных микросхем поддержки. И вот у Intel 8086 была 16-разрядная шина данных. И поэтому для его работы нужны были 16-битные микросхемы. А это все было очень дорого. На тот момент эти решения были дорогие. Их еще так на широкий рынок еще не предлагали. И чтобы решить эту проблему, Intel выпустил процессор 8088, который был полностью похож на 8086, исключением того, что его урезали шину данных с 16-бит до 8-бит. И это стало очень таким решающим действием, после которого у нас даже процессоры Intel 8080 пошли. То есть это был такой промежуточный шаг, чтобы рынок перешел на 16-битные процессоры, которые работают по 8-битной шине. И в этот момент нам нужно сказать о компьютере IBM 5150. Я вам тоже брошу ссылку на Википедию. Это интересный компьютер. IBM, на тот момент, был, наверное, лидером по рынку производства компьютеров. И тогда они решили запустить вот этот вот первый массовый компьютер IBM. И перед ними ставил выбор, какой процессор для него выбрать. Intel 801086, Intel 8088 или Motorola 68000, о котором мы еще с вами сейчас поговорим. Intel-овские процессоры были привычными для IBM, удобными, поэтому они остановились на Intel 8088, что позволило им использовать те самые 8-битные микросхемы поддержки. И компьютер был вполне себе дешевый. Кроме того, у Microsoft уже был свой язык программирования Basic для Intel 8088. И поэтому в 1981 году вот этот IBM 5150 появился. Сразу же после того, как инженеры Intel перестали разрабатывать 8088, то есть разработали его, они стали запускать новый проект, это 80186. Это та же самая архитектура x86, но самое главное, что они здесь делали, это перенесли многие компоненты в сам корпус процессора, на кристалл. То есть теперь процессору нужно было меньше иметь вот этих самых микросхем поддержки. Тут в 80186 уже был контроллер прямого доступа к памяти, схема прерывания, дешифратор адреса, программируемый таймер счетчик и прочая техническая ерунда, которая раньше болталась на отдельных платах поддержки. Ну, само собой, немножко появились новые команды, новые регистры, но существенно это была та же самая архитектура 8086. На компьютерах он отличался в тот момент редко, потому что не мог применяться на IBM PC совместимых компьютерах. Все-таки он существенно отличался. После 80186 появился у Intel 80286. Его запускали параллельно с предыдущими 80186, поэтому между ними отличий особенных нет. Это как бы два параллельных проекта, которые начались от 8086. Основное отличие это то, что в нем появились другие регистры и новые инструкции. Самое важное это защищенный режим работы. Причем этот защищенный режим работы, потом появился настоящий режим работы, защищенный. Это такой предварительный защищенный режим работы. Это опять же нюанс для программистов. Благодаря этому режиму программа может использовать больше памяти, чем доступна, грубо говоря, на процессор вообще. То есть там можно было загружать код и перекидывать код из оперативной памяти, например, на жесткий диск. И поэтому стало возможно использовать программы, которым нужно было больше оперативной памяти, чем у пользователя на самом деле есть. И 80286 поддерживал помимо вот этого защищенного режим работы еще и реальный. Реальный это по сути просто предыдущий стандартный режим работы. Есть несколько режимов работы, то есть на сегодняшний момент, на тот, о котором мы говорим сейчас в презентации, у нас есть защищенный режим работы и реальный режим работы. На тот момент Intel еще до сих пор продолжал давать лицензии на производство клонов этих процессоров, поэтому существует очень много клонов, можно погуглить. Больше всего японские распространены, а вообще их полным-полным. Главным конкурентом на тот момент у Intel была еще Motorola. У Motorola была своя серия процессоров 68K, то есть Motorola 68000, у них очень много там, ну такая широкая была линейка, вот видите на картинке один из них. И Motorola интересна тем, что ее нельзя было однозначно характеризовать как 16 или 32 разрядное устройство. Там Crystal имел 32-битное ядро, но работал через 16-битные данные, то есть машину данных, то есть был такой гибрид. У него была другая система команд, про это тоже очень хорошо написано на Википедии. Считалось то, что ассемблер Motorola более удобен и легок, чем ассемблер Intel. Motorola это применялось во многих компьютерах, но запомнилось прежде всего по компьютерам Apple, потому что Apple в тот момент выпускал два персональных компьютера, Лиза и Макинтош, и там как раз использовались вот эти вот Motorola-овские процессоры. Был еще ряд процессоров 16-битных от нескольких компаний, но они ничем существенным такими не выделялись, не были так популярны, поэтому о них говорить не будем. То есть к середине 80-х годов у нас по сути есть два лидера, это Intel и Motorola, и соответственно на базе этих двух процессоров борьба в сегменте готовых компьютеров между IBM и Apple. В IBM и Intel, в Apple и Motorola. В принципе этап 16-битных процессоров был довольно-таки коротким, и очень быстро все шагнули на 32-битную архитектуру, о которой говорим в следующей презентации. Продолжение следует...